Езда по российским дорогам лучше всяких соревнований, учит преодолевать препятствия и оперативно реагировать на ситуацию на дороге, шутят участники. Однако этот вид автомобильного спорта для нашей области новинка. Две зачетные группы – национальная, в которой принимали участие владельцы автомобилей отечественного производства, и международная, где за победу бились хозяева иномарок. За 10 минут участникам надо было проехать полуторакилометровую трассу, не сбив по пути ленточки, натянутые вдоль дороги. Как говорят организаторы, сложного ничего нет. Главное – опыт. А сама же идея соревнований возникла спонтанно. По российским грязям поездили, и однажды вечером, а точнее, если взять, 24 дня назад у нас пришла в голову идея, почему бы у нас это не провести. Посмотрели, скажем так, диски с записью «Лада Гатрофи» питерской, с питерских соревнований, подумали и решили. И вот как бы видите, что из этого получилось. Будем надеяться, что людям понравится. Инициативу восприняли на ура. Почти 30 человек подали заявки на участие, причем не только из Великого Новгорода. Возраст участников также варьировался – от совсем молодых до водителей с 20-летним стажем. Денис Катюнин принимает участие в автомобильных соревнованиях впервые. О победе не думает. Здесь важно другое. Это азарт. Это же интересно. Скучно же просто ездить по прямой дороге. Стоит попробовать. Новгородский джип-триал отличается от подобных соревнований в других городах. В традиционные дисциплины по технике и скорости вождения по пересеченной местности организаторы добавили элементы трофи – преодоление препятствий на серии специальных участков. У нас элемент трофи – то, что участок есть болотистый, где много грязи, дождиком подналило воды. За каждое нарушение участники получали дополнительные 30 секунд. Но, несмотря на ошибки, времени для прохождения трассы было более чем достаточно. Большинство водителей смогли уложиться в половину отведенного времени. Победители каждой зачетной группы ждали кубки и овации зрителей и болельщиков. Ирина Демендеева, Алексей Куликов, Вести, Великий Новгород. Продолжение следует...